В школе номер 3 прошло совещание директоров образовательных учреждений. Собрание условно было разделено на две части. В первой руководители прошли тестовую аттестацию. Компьютерное тестирование состояло из 40 вопросов, которые в свою очередь были разделены на блоки. Обо всем этом рассказал заместитель начальника управления образования Станислав Трещев, отметив, что для успешного прохождения первого этапа необходимым условием служит набор определенного количества баллов. К блоку относился в основном порядка организации учебного процесса, порядок взаимодействия с органами, безопасности и подобного, и организация учебного процесса, знания законов образования. Это как является первым блоком. Следующим блоком это будет публичная защита. Публичная защита деятельности своей организации, где директор в рамках этой защиты должен показать наработки, показать, какие у него есть изменения, результаты ЕГЭ, мониторинг, результаты независимой оценки качества. Это будет следующее, и в конце будет проверка документации. Сейчас вот первый этап, вроде бы все руководители набрали необходимый порог. Необходимый порог знаний это было 75%. После прохождения компьютерного тестирования во второй части совещания обсуждению подлежали вопросы подготовки и организации проведения единого государственного экзамена. Важным моментом, как обозначили участники собрания, является проведение пробных экзаменов, что позволит оценить уровень подготовки детей к государственной аттестации и на что следует обратить внимание в последующем. Формируется городская база. Городская база, где участники ЕГЭ, непосредственно выпускники 11 классов и выпускники прошлых лет, определяют те экзамены, которые им нужны по выборам при поступлении в те или иные высшие учебные заведения. Вот сейчас происходит ознакомление с изменениями. Это в рамках тех семинаров, которые обучающихся семинаров были раньше проведены, а сейчас непосредственно работают с бланками. Бланки, которые вы знаете, есть в банке администрации, в банке ответов. Вот сейчас происходит дополнительное такое ознакомление. Кроме того, обсуждению также подлежал вопрос, касаемый итогов муниципального этапа Олимпиад, а также участия в последующих этапах. Какую работу необходимо проводить с учащимися для улучшения качества знаний? Бика Сулейманова, Пермагомед Пермагомедов, информационная программа «Пульс».